Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя наша лекция будет посвящена введению в безопасность жизнедеятельности. Мы будем с вами разбирать основные понятия определения безопасности жизнедеятельности и рассмотрим безопасность и устойчивое развитие. С момента появления человека на Земле он живет и действует в условиях постоянно изменяющихся возможных опасностей. К примеру, такие как стихийные бедствия, угрозы со стороны себе подобных, дикие звери. В настоящее время, кроме вышеперечисленных, появились новые виды опасностей. Такие как радиоактивное заражение, электромагнитное излучение, быстро движущиеся машины и механизмы. И, собственно, таким образом, деятельность человека является потенциально опасной. Опасность реализуется в пространстве и во времени и может причинять вред здоровью, а иногда и жизни человека. Предотвращение опасностей является государственной задачей. Цель нашего курса – ознакомить вас с существующими и потенциальными опасностями и по возможности научить защищаться от них для обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности. Это приоритетная задача для отдельного человека в обществе и в государстве в целом. Следует, наверное, точно себе уяснить, что абсолютной безопасности не существует. Жизнедеятельность – это повседневная деятельность и отдых, а также способ существования человека. Первоначальная наша планета состояла из трёх сфер – литосфера, гидросфера, атмосфера. Затем появилась биосфера. Это такая биологическая оболочка или оболочка жизни. Это все виды жизни, которые сконцентрированы в этом пространстве. Все эти сферы находятся во взаимосвязи и динамическом равновесии. Человек создал, в свою очередь, техносферу, которая, возможно, воздействует отрицательно на все сферы, в том числе и на самого человека. Поэтому появились такие науки, как безопасность жизнедеятельности, экология. И если экология – это наука о доме в широком смысле этого понятия, включающего окружающую, природную среду, как место обитания человека и человечества в целом, то безопасность жизнедеятельности – это наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека и техносферы. Итак, безопасность – это состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью исключено проявление опасности или отсутствие чрезмерной опасности. В свою очередь, безопасность жизнедеятельности – это область научных знаний, изучающая опасности, угрожающая человеку и разрабатывающая способы защиты от них в любых условиях обитания человека. Безопасность жизнедеятельности, как наука, имеет свои предметы изучения. К ним можно отнести физиологические и психологические возможности человека с точки зрения безопасности жизнедеятельности, а также формирование безопасных условий и, собственно говоря, оптимизация их. И предмет изучения безопасности жизнедеятельности – это все виды опасности. Ну, давайте разберемся, что такое опасность. Опасность – это явления, процессы, объекты, способные в определенных условиях наносить ущерб здоровью человека как непосредственно, так и косвенно. Ну, и безопасные жизнедеятельности, как наука, решают определенные задачи, такие как идентификация опасности, то есть распознавание образов, количественных характеристик и координат этих опасностей. Второе – это защита от опасностей. И третья задача – это ликвидация опасностей. Ну, и мы с вами говорили уже о сферах, которые есть на планете Земля. Повторюсь, это гидросфера, битосфера, атмосфера. Человек, собственно говоря, ввел еще и техносферу, создал. Но существует также такое понятие, как ноосфера или оболочка разума. Это сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития. Эта сфера обозначается также термином антропосфера. Ну, и ноосфера – это достаточно новая, на сегодняшний день, высшая стадия эволюции биосферы, становление которой связано с развитием общества и оказывает глубокое воздействие на совершенно различные природные процессы. Это определение ноосферы дал русский ученый, естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель, академик императорской Санкт-Петербургской академии наук, один из основателей и первый президент Украинской академии наук, создатель научных школ и науки биогеохимии и один из представителей русского космизма Владимир Иванович Вернадский. Именем этого великого ученого назван наше высшее учебное заведение Крымский федеральный университет имени Владимира Ивановича Вернадского. В его работах можно встретить разные определения и представления о ноосфере, которые менялись на протяжении жизни ученого. Вернадский начал развивать данную концепцию с начала 30-х годов прошлого столетия, после разработки учения о биосфере. Осознавая огромную роль и значение человека в жизни и преобразовании планеты, русский ученый потребил понятие «ноосфера» в разных смыслах. В таком смысле, как состояние планеты, когда человек становится крупнейшей, преобразующей биологической силой, и как область активного проявления научной мысли, как главного фактора перестройки и изменения биосферы. И «ноосферу» можно охарактеризовать как единство природы и культуры. Относительно недавно, в 1987 году, Международной комиссией по окружающей среде и развитию, так называемая комиссия Брунтланд, был введен в широкое потребление термин «устойчивое развитие». Устойчивое развитие – это общественно-политическая концепция развития человечества в целом, предполагающая гармоничное развитие природы и человека, а именно взаимодействие экономического роста, социального развития и защиты окружающей среды. Все это производится в целях удовлетворения потребностей существующих и будущих поколений населения всех стран мира. Ну и в целом концепция «устойчивого развития» является достаточно новым явлением для международных отношений вообще. «устойчивое развитие» как термин включает в себя два ключевых и взаимосвязанных понятия. Первое понятие – это понятие ограничений, которые обусловлены состоянием технологии и организаций общества. Второе понятие – это понятие потребностей, в том числе приоритетных, то есть необходимых для существования, например, беднейших слоев населения. И вот эти взаимосвязанные понятия, они накладываются на способность окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности человечества в целом. Национальная безопасность Российской Федерации Состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечивается реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойное качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации. Ну и следует различать систему национальной безопасности и систему обеспечения национальной безопасности. Система национальной безопасности – это функциональная система, отражающая процессы взаимодействия интересов и угроз, а вторая – это система органов, сил, средств различных организаций, призванных решать задачи по обеспечению национальной безопасности. Совсем недавно, 2 июля 2021 года, президентом Российской Федерации был подписан указ номер 400 о стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Вот на слайде представлено него дитим на лист. В данной стратегии национальной безопасности наряду с общими положениями четко и полно были освещены следующие вопросы. Россия в современном мире в тенденции и возможности. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты. Обеспечение национальной безопасности, где отдельным пунктом было вынесено сбережение народа России и развитие человеческого потенциала. Народ определен носителем суверенитета Российской Федерации и ее главным достоянием. И указано, что российские духовно-нравственные идеалы, культурно-эстетические ценности, талант народа подлежат в основе государственности и являются фундаментом для дальнейшего развития страны. Также четко был освещен вопрос организационных основ и механизмов реализации настоящей стратегии развития. Согласно стратегии национальной безопасности, национальными интересами Российской Федерации на современном этапе являются сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан, защита конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации, укрепление обороны страны, поддержание гражданского мира и согласия в стране, укрепление законности, искоренение коррупции, защита граждан и всех форм собственности от противоправных посягательств, развитие механизмов взаимодействия государства и гражданского общества. Развитие безопасного информационного пространства, защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия, устойчивое развитие российской экономики на новой технологической основе, охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов и рациональное природопользование, адаптация к изменениям климата. Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России, подчеркиваю, многонационального народа России, поддержание стратегической стабильности, укрепление мира и безопасности правовых основ международных отношений. Ну и учитывая четвертый пункт развития безопасного информационного пространства, защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия, давайте с вами рассмотрим, что такое психологическая надежность. Прежде чем мы начнем разговоры психологической надежности, следует разобраться с основными терминами. Итак, высшая нервная деятельность – это совокупность множества взаимосвязанных нервных процессов, протекающих в коре головного мозга. Эти процессы обуславливают приспособление поведения человека к постоянно изменяющимся условиям окружающей следы. В основе связи организма со следой лежит работа анализаторов организма. Ну и термин «высшая нервная деятельность», напомню вам, впервые был введен известным русским физиологом, физиологом с мировым именем Павлом. Термин «высшая нервная деятельность» был введен как эквивалент психики для противопоставления низшей нервной деятельности, то есть безусловным рефлексом. Итак, что же такое анализатор? Основные характеристики анализаторов чувствительность, избирательность, адаптивность. С помощью анализаторов человек оказывается в информационном пространстве. И чем выше организация организма, чем более полную информацию он получает об окружающей следе, тем точнее строит свое поведение. Человек в процессе своей жизнедеятельности ориентируется на информацию о состоянии окружающей среды. Природы, социосферы, ноосферы. И работа высшей нервной деятельности расширяет диапазон адаптивной активности. Ну и на слайде вот не зря в качестве анализатора приведен зрительный анализатор, то есть глаз человека. Примерно 90% информации человек усваивает при помощи зрительного анализатора. Каковы же особенности нашего мозга? Мозг человека невероятно сложно устроен. он может хранить около 1 петабайта данных. Ни один компьютер не сможет сравниться с мозгом человека. Мозг взрослого человека содержит в себе более 100 миллиардов нейронов. при этом занимает всего 2% от общей массы тела. При этом это невероятно энергоемкий орган. То есть для своей деятельности мозгу необходимо достаточно большое количество калорий. Человеческий мозг со временем может хуже усваивать информацию, однако при желании это не мешает человеку развивать способности совершенно в любом возрасте. И есть даже случаи, когда человек начинает получать высшее образование в достаточном преклонном возрасте, 78-80 лет. Причем все это делает достаточно успешно. И при этом мозг человека обладает пластичностью, способностью к изменению функциональных способностей и своей структуры под воздействием внешних факторов. Вот таков на сегодняшний день вот такие знания у мозга на сегодняшний день. Ну и человек живет в реальном мире, что... Сейчас мы вернемся немножко к великому Павлову. Человек живет в реальном мире, что позволило самому Павлову выделить первую сигнальную систему, информирующую об окружающем мире через ощущение и восприятие в символическом мире. И вторую сигнальную систему. Это такая специфическая нервная деятельность центральной нервной системы, связанная с речевой сигнализацией, совершением действий в ответ на словесные раздражители. Причем речь имеет место только у человека и выполняет ряд функций, важных для жизнедеятельности. Людей в зависимости от преобладания сигнальной системы делят на первосигнальный тип и второсигнальный тип. Ну, на слайде приведены наиболее яркие характеристики двух этих типов систем. В зависимости от преобладания первосигнальной либо второсигнальной Павлов выделил три типа людей. Если, по его мнению, если преобладает первосигнальная система, то есть образное мышление, то это художественный тип. При доминации второй сигнальной системы, когда доминирует абстрактное или словесное мышление, это мыслительный тип. Ну, и есть еще выделен средний тип, когда обе сигнальные системы уравновешены. Ну, и в принципе, каждый из студентов может себя по некоторым признакам, приведенным на слайде, отнести к одному из этих трех типов людей. Художественный, мыслительный либо зрели. вторая сигнальная система представляет собой существенную прибавку высшей нервной деятельности человека. Это наши лишние, добавочные, социальные и есть человеческое. Это слова Великого Павлова о второй сигнальной системе. Принадлежность к той или иной группе увеличивает или уменьшает шансы безопасности. Почему мы, собственно, подробно останавливаемся на этих моментах. В частности, эти отличия могут приводить к непониманию людей друг к другу, то есть конфликтов. Возбудимость повышает степень риска, но она может также содействовать и безопасности. Так как такие люди обладают обычно очень большой скоростью реакции. Функционирование анализаторов ведет к развитию психических процессов, которые рассматриваются как сложная система процессов переработки информации, которые могут осуществляться как последовательно, так и параллельно. так, например, кино часто не просто вовлекает человека в созданный художественный мир, созданный режиссером и режиссерской группой художественный мир, но буквально вынуждает зрителей одинаково реагировать на то, что происходит на экране. Подчеркиваю, одинаково реагировать на то, что происходит на экране. нейрофизиологическим исследованием этих реакций на уровне мозга занимается нейрокинематика. Это достаточно новая дисциплина и на слайде представлен схема эксперимента. Профессор Принкс-Конковского университета Ури Хассен с коллегами провел очень интересный эксперимент, используя средства функциональной магниторезонансной томографии, которая позволяет оценить прилив крови к той или иной области мозга, которая задействована в данный момент. Исследовательская группа Хассена регистрировала активацию мозга участников во время просмотра нескольких кинофильмов или видеорядов. При этом видеоряд проецировался на экран, расположенный позади головы участника и отражался в зеркале напротив его глаз. Иначе в камере функциональной магниторезонансной томографии было невозможно устроить такой величайший, на мой взгляд, эксперимент. Затем Хассен использовал метод межсубъектной корреляции, который позволил оценить, насколько схожа активность мозга при просмотре у всех участников и определить те области мозга, в которых активность была идентична. этот слайд был взят из отчета Хассена, непосредственно самый высокий на диаграмме зеленый столбик. Он был характерен, такая реакция характерна для зрителей, которые, для зрителей, просматривающих фильм Альфреда Хичкока пип-пафт и мертв. И вот смотрите, несмотря на то, что задачей участников был естественный просмотр фильма, во время которого не осуществлялся контроль того, куда они смотрят, на что обращают внимание, то есть абсолютно не контролировалось зрение, было обнаружено, что активность мозга участников, возникающая как реакция на отрывок фильма, изменялась в унисон. В данном случае вот 65% людей, просматривающих фильм Альфреда Хичкока, реагировали совершенно идентично. На втором месте следовал фильм Леоны «Хороший-плохой сбой» с корреляцией на 45% коры. Затем телесериал «Умель свой энтузиазм» Ларри Дэвида, в ответ на который активность мозга зрителей коррелировала всего лишь на 18%, это красный столбик, или вот в правом верхнем углу красным цветом были помечены зоны активности. Однако и последний не слишком высокий показатель был гораздо более выражен, чем межсубъектная корреляция в ответ на неструктурированную видеозапись воскресного утра в Вашингтон Сквер Парк в Нью-Йорке. В этом случае синхронизация не покрывала и 5% участков мозга. Это в оранжевом правом нижнем углу, оранжевым помеченым зоны коры головного мозга и, соответственно, маленький совсем столбик в 5% на диаграмме. Таким образом, описанный эксперимент показал, что общая реакция зрителей на кино обеспечивается не только элементами изолированными свойствами визуального ряда, но также особенностями монтажа, объединяющего эти изолированные свойства в целую структуру. Следовательно, тот факт, что общая реакция зрителей сохраняется не только на низких уровнях первичной обработки информации, но и на более сложном уровне интеграции информации с вовлечением процессов памяти и так далее. Подразумевает, что кино или видеоряд имеет возможность контролировать аудиторию. И этот контроль без привязки его к этической стороне подразумевает, что фильм как стимул создает у зрителя последовательность предсказуемых реакций. И зная о характере этих предсказуемых реакций, критично не столько для фундаментального понимания того, как функционирует мозг, сколько для сферы нейромаркетинга кинопроизводства. И вот этот такой серьезный момент возможности осуществления контроля над ним стоит задуматься. Особенно любителям поиграть в видеоигры и вместо чтения посмотреть какие-либо сериалы. на каждом этапе нейрофизиологических процессов информация притерпевает определенные видоизменения, такие как кодирование, выделение признаков, фильтрация, распознавание, осмысливание, выработка решения с соответствующим последующим формированием ответного действия. ощущения восприятия память мышления являются психическими процессами, которые обеспечивают познавательную функцию организма. Ощущение это отражение отдельных свойств предмета и либо явления с помощью органов чувств. Ну, пусть, к примеру, будет рецепторы воспринимают температуру предмета, звенья дает нам представление о цвете, размере предмета. Ну, и ощущения являются основным источником наших знаний о мире. Они составляют основные каналы, по которым информация о состоянии внешней и внутренней среды доходит до мозга, что, собственно, дает человеку возможность ориентироваться. Ощущения возникают в нервной системе как реакция нервной системы на раздражение и носит рефлекторный характер. Его физиологическим механизмом является анализатор, о котором мы говорили немного ранее. Все ощущения, такие как зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, вонятельные, проприоциативные, двигательные, они полностью взаимосвязаны. Это доказывает тот факт, что изменение чувствительности одних анализаторов ведет к изменениям в других органах чувств. Например, доказано, что некоторые запахи повышают либо имеют возможность понижать световую и слуховую чувствительность человека. В условиях развития сложных форм сознательной деятельности острота абсолютной и относительной чувствительности может изменяться. по данным исследования Рогова колорист это человек, который как в качестве примера можно привести подбирает оттенки красок в интерьере либо оттенки красок в автомобильной промышленности. Так вот, колорист профессионал может различать до 60 оттенков черного цвета. Мне интересно, сколько оттенков черного цвета можете различить вы? Можете себе представить 60 оттенков черного цвета? Внимание! Это процесс упорядочивания поступающей извне информации в рамках приоритетности стоящих предсубъектам задач. Внимание! Это процесс направленности и сосредоточенности сознания на каком-либо реальном либо идеальном объекте, который предполагает повышение уровня стрессорной, интеллектуальной или двигательной активности человека. Причем деятельность не может протекать целенаправленно и продуктивно Любая деятельность, подчеркиваю, не может протекать целенаправленно и продуктивно, если человек не сосредоточился на том, что делает. При этом очень важна высокая значимость для человека этого сигнала, а не его интенсивность. То, насколько важно для вас дело, которым вы заняты, оно, собственно говоря, и будет вовлекать ваше внимание. То есть для человека характерна направленность внимания. Это избирательный характер психической деятельности. Внимание, конечно, характеризуется сосредоточенностью, углубленностью в деятельность. При этом очень важна цель и задача, стоящие перед человеком. Чем они труднее, тем больше требуют углубления в проблемы. И тем более человек будет отвлекаться от всего окружающего. Но даже при полном сосредоточении на каком-то характерном объекте либо задаче, все равно будет непроизвольное переключение с одного действия на другое. Ну, вот, к примеру, сидит молодая женщина, и она совершенно отвлечена от тех задач, которые решают в виду все остальные. И вот подчеркиваю, что внимание характеризуется сосредоточенностью, углубленностью в деятельности. При этом важна цель и задача, стоящие перед человеком. Чем труднее цели, тем больше требуют углубления в проблемы. И тем более человек может отвлечься, отвлекаться от окружающего. Если вы помните детское стихотворение «Человек рассеянный с улицы бассейна». Так вот, исходя из этих постулатов, рассеянный человек, о котором идет речь в этом стихотворении, он всецело и полностью был поглощен решением какой-то задачи и был углублен в деятельность. Поэтому, собственно говоря, с ним происходили соответствующие казусы. Внимание может быть внешним и внутренним. Внешним, сенсорным. Когда сосредоточенность человека легко определить по мимике, позе, движениям и внутренним. Интеллектуальным. Когда внимание направлено на мысли, на создаваемые образы. В этом случае очень углубленный человек может проявлять рассеянность и при сильном углублении, например, физическую деятельность, иногда выделяют моторную внимание. То есть внимание не имеет своего собственного познавательного значения, а обслуживает деятельность других познавательных процессов. Вместе с тем внимание играет невероятно важную роль в деле обеспечения процесса жизнедеятельности, так как создание условий безопасности в первую очередь требует от человека внимания. Следующий процесс, о котором следует поговорить, это память. Память – это способность нервной системы сохранять и воспроизводить полученную информацию. Мы с вами запоминаем невероятное количество различной информации. Просто не все могут извлечь эту информацию из памяти. Это совершенно иной процесс, но запоминаемый практически всю и всегда. Итак, память – это совокупность психических процессов, обеспечивающих организацию опыта человека на основе временного соотношения текущих и предстоящих актов деятельности в соответствии с целями и мотивами. Память – это одна из важнейших конституционных характеристик психического. Память – это кладовая знаний и способности любого человека. Память – это динамическая система, функционирующая по стойку, поскольку осуществляется деятельность. Но и в зависимости от деятельности хранения информации различают краткосрочную – от долей секунды до нескольких часов – и долгосрочную. Это может быть дни, даже годы. Эти виды памяти играют первостепенную роль в организации процессов жизни и деятельности человека. С точки зрения безопасности жизнедеятельности важна оперативная память, то есть так называемые мнемические процессы, которые служат для осуществления человеком процессов деятельности. При этом любое сложное действие разбивается автоматически на составные части, которые нужно удержать в памяти и выполнить последовательно. Эти составные части называются оперативными единицами памяти. Причем объем этих единиц совершенно различен. Абсолютно различен, если мы, допустим, будем рассматривать вас как аудиторию, несмотря на то, что вы примерно одного возраста, и даже если мы вас разобьем по полу мальчиков отдельно, девочек отдельно, вот эти единицы хранения, оперативные единицы памяти будут абсолютно различны. Вот у двух самых лучших подружек они будут различны. Даже у двух сестричек они будут различны. Это зависит от выполняемой деятельности, от типа системы нервной и, конечно же, от возраста. В ходе оперативной памяти создаются оперативные образы. Это отражение и создание человеком предмета или процесс, на который, собственно, ориентированы его действия в данный момент. Полнота оперативного образа, она строго определенная, определяется необходимостью адекватного осуществления какого-то данного действия в данный момент. И все избыточные признаки предмета в него не входят. То есть вам будет абсолютно все равно цвет какого-то предмета, еще что-то. То есть все незначительные или избыточные признаки, они как бы пропускаются мимо. За счет этого достигается лаконичность и надежность, необходимые для успешного выполнения задачи в обычных, либо даже в затрудненных условиях. Мышление – это высшая форма отражательной деятельности, которая дает возможность понять сущность предметов и явлений, их взаимосвязь, закономерность развития. Мышление относит данные ощущений и восприятий, которые у вас есть, которые вы получили, сопоставляет, сравнивает, различает, раскрывает отношения. При этом раскрываются абсолютно новые абстрактные свойства чего-либо, через которые достигается взаимосвязь действительности. Вот так, собственно, работает ваше мышление. Мышление – это сложный, очень сложный психический процесс, который опирается на чувственные познания, то есть это прием информации, на опыт, так называемый запас информации. Это также психический процесс, основу которого составляет поиск и открытие нового. Мышление – это именно тот процесс познавательной деятельности, который может помочь человеку овладеть необходимыми знаниями, умениями, навыками в безопасной жизнедеятельности. Сознание – это психологическая деятельность, которая обеспечивает обобщенное целенаправленное отражение внешнего мира, которое осуществляется в знаковой форме познания, связывание новой информации, полученной человеком с его прежним опытом, то есть возникают такие понятия, как узнавание, понимание, выделение человеком себя из окружающей среды с возможным противопоставлением себя ей, целеполагающую деятельность, предварительное мысленное построение действий, то есть плану, и предусмотрение их последствий, регуляция, контроль и управление поведением личности, то есть это возможность отдавать отчет в том, что происходит как в окружающем мире, так и в своем собственном внутреннем духовном мире. Следующее — это самосознание. Это не только вершина развития сознания, это не только умение познать себя, но и известное отношение к себе, к своим качествам и состояниям, к возможностям, к своим физическим и духовным силам, то есть самооценок. Человек как личность — это самооценивающееся существо. Без самооценки трудно или порой даже невозможно самоопределиться в жизни и деятельности. И крайне архиважна верная самооценка, которая предполагает критическое отношение к себе, постоянное возможное примеривание своих возможностей к предъявляемому жизнью требованиям, умение самостоятельно ставить перед собой достаточно осуществимые цели, причем не какие-то там заоблачные, хочу стать миллиардером, а осуществимые цели, строго оценивать течение своей мысли и ее результаты, при этом подвергать очень тщательной проверке подвигаемые догадки, вдумчиво взвешивать свои доводы, все за и против. Ну и, соответственно, умение отказываться от неоправдавшихся гипотез и версий своих собственных, то есть так называемое умение проигрывать. Вот когда у человека формируется самосознание со всеми пунктами, подобное самосознание, этот человек может называться цельным, взрослым. И такой человек с верной самооценкой, самосознанием на высоком уровне способен достигать высоких результатов. Ну и самооценка, о чем я уже немножко говорила, она достаточно важную роль играет в организации результативного управления своим поведением. Максимально адекватное отношение к себе – это высший, повторюсь, высший уровень самооценки. Максимально адекватное отношение к себе. Самооценка аккумулирует в себе весь жизненный опыт человека, хотя этого опыта часто недостает, особенно в вашем молодом возрасте, опыта мало, для верной самооценки себя, чтобы верно оценить себя. И тут должен действовать тройной контроль. Жизнь, общественное мнение и собственный разум. В конечном счете самоконтроль – это опосредованный социальный контроль. Самосознание и самопознание неизбежно связаны с самоанализом. Которое является средством самоконтроля. Ну и разумная организация своего поведения. Установлением правильных взаимоотношений с другими людьми. Крайняя степень самоанализа – все, что в любом случае, что-то может быть со знаком плюс, что-то может быть со знаком минус. И вот в данном случае крайняя степень самоанализа со знаком минус – это самосуд, когда человек иногда бывает непримиримо жесток к себе. Такие люди имеют комплекс неполноценности. это несчастное самосознание или самосознание, запутавшееся в самом себе. В другом случае человек может переоценивать себя, что так же ведет к безмерной абсолютно самонадеянности, самовлюбленности. Ну хорошо, если там это просто ограничится самовлюбленностью и эгоизм. А вот самонадеянность – это очень опасный момент. Потому что в результате самонадеянности очень часто люди лишают себя жизни. Я сильный и смелый, я взберусь, допустим, на эту гору без подготовки. Ну и подобные примеры. Вот между вот этими двумя полюсами с разнознаковыми располагается весь спектр самоотношения. То есть самоотношение человека к себе. И это самоотношение должно быть, подчеркиваю, адекватным. Эмоции. Кроме познавательных процессов для обеспечения разнедельности играют роль эмоционально-волевые процессы. Эмоции – это кислообразное выражение, переживаемое человеком, отношение к действительности. В эмоциях проявляется отношение человека к поступкам и поведению других людей, к себе, к результатам своей деятельности. Эмоции – это состояние человека, связанное с оценкой значимости для него действующих факторов и выражающиеся прежде всего в форме непосредственно при выживании. Удовлетворение, либо неудовлетворение, его потребности. А мы помним, что потребности лежат в основе деятельности. Основные функции эмоций, которые лежат в основе опасной или безопасной жизнедеятельности человека – это формирование субъективного отношения человека к предметам, явлениям, людям, то есть регулирования деятельности. Эмоциональное переживание человека, в которых отражается устойчивое отношение человека к определенным предметам или процессам окружающего мира, можно назвать чувствами. Итак, чувства. Все эмоции и чувства делятся на две группы. В первую группу входят те, которые отражают положительную реакцию человека в действительности, удовольствие, радость, восторг, любовь и так далее. Во вторую группу со знаком «минус» входят те чувства и эмоции, которые выражают отрицательные отношения в действительности. Испуг, ужас, страх, горе, ненависть. Кроме того, выделяют еще одну так называемую деклару, не входящую в эти группы – это напряженность и облегчение. Например, напряженность возникает в тех ситуациях, которые определяют успех или неуспех деятельности. Ну, в данном случае у студентов вот такая напряженность возникает часто во время сессии, во время сдачи экзаменов. Сдал, не сдал. Очень часто такой напряженностью подвержены руководители разных рангов. Врачи в момент постановки диагноза, ну и так далее. Напряженность нарастает по мере приближения к критическому моменту, то есть вот когда ситуация разрешается. При этом человек может мобилизоваться и получить положительный результат, или наоборот впасть в панику. Все зависит от того, к какой сигналной системе вы относитесь и насколько вы зрелый человек. Ну и, соответственно, паника может привести к провалу. Поэтому я вас призываю. Впереди у вас сессия. Необходима некая мобилизация. Причем в оборудовом случаях после осуществления деятельности человек чувствует некоторое облегчение, что все испытания остались позади, что он прошел эти испытания. Причем даже с отрицательным знаком, но все равно отступает облегчение. Настояние. Эмоции и чувства проявляются тогда, когда происходит удовлетворение или неудовлетворение его потребностей. Среди сильных выраженностей чувств выделяют настроение. Это такое достаточно устойчивое эмоциональное состояние, которое оказывает положительное или отрицательное влияние на другие переживания и деятельность человека. При этом жизнь приобретает некоторую окраску эмоциональную. Радость позволяет все воспринимать в светлых тонах или еще есть такой термин – через розовые очки. Мрачное настроение снижает не только общее настроение. Общий настрой. Человек становится раздражительным, недовольным, но и заставляет человека менять свои привычки. Например, отдаётся приоритет в одежде в тёмных тонах. Вы просто посмотрите на людей вокруг себя, как часто окружающие люди или просто прохожие выбирают тёмный цвет одежды в качестве приоритетного. Различают устойчивое настроение, которое могут быть достаточно продолжительны во времени, и проходящее настроение – быстро сменяются и забываются. За регуляцию эмоциональных состояний отвечает кара головного мозга, поэтому с отрицательным настроением у человека можно бороться. Ну и следует упомянуть об аффектах. Это такая исключительно сильная, бурно протекающая эмоциональная реакция на раздражитель, которая играет особо важную роль в жизни человека. С точки зрения физиологии имеет место доминантный раздражитель со всеми вытекающими последствиями. Состояние аффекта может сопровождаться специфической мимикой, жестикуляцией, различными проявлениями эмоциональными, плачем, криком, гневной реакцией. Аффектами крайне сложно управлять, но это возможно. Что связано с уровнем морального развития человека. Чем он выше, тем более прочным и стойким оказываются формы поведения. Ну и последнее настроение – страсть. Это сильное, стойкое, глубокое чувство, направляющее все основные мысли и действия человека к достижению определенной цели. Выделяют положительные, значимые для общества и отрицательные страсти, значимые только для какого-то определенного человека. Внешние эмоции. Внешние эмоции и чувства проявляются в выразительных движениях, при этом выделяют мимические реакции, это движения мышц лица, и пантомимические движения различных частей тела и жеста. Выражая свои чувства и эмоции, человек оказывает воздействие на других людей, что достаточно важно для всех работающих в системе человек-человеков. Так, постоянно следует думать о том, что ваши конкретные эмоции или ваше эмоциональное состояние в конечном итоге обязательно скажутся на эмоциональном состоянии ваших пациентов или друзей, или одногруппников, а соответственно на темпе их работы или учебы и, собственно, общем психологическом настроении, и также на темпе выздоровления. Вот вы должны отдавать себе отчет, насколько сильно влияют ваши эмоции. Ну и вот на слайде представлены, к примеру, мимика на фотографиях черно-белых, мимические проявления эмоций, где вы, собственно говоря, можете точно сказать, когда человек гневается, раздражается, когда он доволен. Ну и также пантомимические, то есть жесты. Вот на цветных фотографиях девушка слева направо, первая фотография, совершенно скучающее выражение лица. Фотография посредине. Начинается внимательное отношение к чему-то происходящему. Ну и в какой-то степени проявления гнева или раздражения на фотографии номер три. Воля. Как характеристика сознания и деятельности возникла с возникновением общества и означает способность личности сознательно регулировать свои действия, направленные на достижение поставленных целей или сдерживание активных усилий, и на преодоление возникающих при этом трудностей. При этом обычно выделяют препятствия двух видов, для которых общим является разница в силе проявлений и значимости для человека, например, избавление от вредных привычек. Внешние – это объективные препятствия и трудности, возникающие при противодействии, ну, к примеру, людей. Это, возможно, социальные конфликты. Внутренние – это субъективные препятствия, проявляющиеся в том, что человек не хочет делать то, что нужно, когда наличествуют взаимоисключающие потребности и мотивации, страх. Это внутриличностные конфликты. Все волевые действия носят рефлекторный характер и образуются под влиянием среды. Любое действие всегда сопровождается включением воли или волевого контроля, но степень ее проявления различна. При автоматизированных действиях, навыках, умениях она слабо выражена. Ну, к примеру, вы ежедневно по утрам бегаете, кросс какой-то. При этом воля будет слабо выражена. В состоянии аффекта волевой контроль почти полностью исключается. Лучше выражен волевой контроль при стабильном эмоциональном состоянии. Это значит, что навыки и умения, не требуя затраты в руки, обеспечивают более безопасное выполнение деятельности. Особое внимание следует уделять человеку в стрессовых ситуациях. Для организма часто выделяют понятие адаптационный синдром. Вообще, впервые понятие о стрессе и адаптационном синдроме ввел в обиход Ганселье. Итак, адаптационный синдром – это совокупность изменений, возникающих в организме при состоянии стресса. Различным биологическим системам на разных уровнях организации свойственна адаптация. В развитии стресса выделяют три стадии. Стадия тревоги – это первичный ответ организма на действие стресса. При этом усиливается выделение адреналина над почечниками, повышается содержание сахара в крови, повышается артериальное давление, уничтожается сердцебиение. Следующая стадия – это стадия резистентности, когда наблюдается относительно устойчивое приспособление к действию стрессора. При этом вырабатываются вещества, усиливающие устойчивость организма, активизируются обменные процессы и так далее. Ну и когда стресс действует, стрессорные факторы действуют длительно или имеются стрессорные факторы большой силы, может наступить истощение. Это резкое снижение сопротивляемости организма, которое сопровождается ухудшением его физиологических характеристик. И при этом достаточно часто сопровождается развитием заболеваний. При продолжающемся воздействии стрессор может наступить дистресс, ведущий к заболеванию и вплоть до гибели организма. Изучая процесс компенсации нарушенных функций, ученые пришли к заключению, что все сложные факторы деятельности, такие как эмоции и цель, выступают в органическом единстве. Такое так называемое функциональное единство было названо функциональной системой. Функциональная система представляет собой законченную единицу деятельности живого организма. Состоит из целого ряда узловых механизмов, обеспечивающих логическое и физиологическое формирование поведенческого акта. Было экспериментально доказано, что на каждом нейроне коры головного мозга одновременно обрабатываются возбуждения трех разных источников. Внутренние возбуждения, связанные с формированием той или иной доминирующей мотивации. Внешние возбуждения, определяемые данной обстановкой. И возбуждение памяти, обусловленное как мотивацией, так и данной обстановочной афференцией. Вот только одновременная обработка этих возбуждений и сопоставление их комбинаций с прошлым опытом, если таковой, конечно, есть, дают возможность организму принимать то или иное решение для получения полезного результата. Экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что все упомянутые возбуждения, иногда и дополнительно, и специальный пусковой фактор, например, может быть, какой-то условный сигнал, должны одновременно встретиться в одном нейронике. Насколько сложно устроена наша нервная система. Мозг и организм в каждый данный момент времени обладает необъятным количеством степеней свободы. Одновременный запуск некоторых из них привел к полному хаосу в поведении организма. Организованное поведение человека предполагает неизбежное ограничение этого разнообразия. И до сих пор не ясно, каким образом мозг осуществляет выбор из миллиардов возможных одну единственную правильную реакцию, дающую полезный эффект в данной конкретной ситуации. Возможно, вот с этим в какой-то степени может помочь разобраться модель потребностей человека. На слайде представлена пирамида Маслоу. Такая краткая иерархическая модель потребностей человека, причем это модель и теория. Однако она признана в некоторых научных кругах. Итак, пирамида Маслоу краткая иерархическая модель потребностей человека, располагающихся по уровню важности. Снизу вверх. В соответствии с ступенями личностного роста. От низшего уровня, такого как удовлетворение физиологических потребностей. К высшей ступени самореализации личности. То есть самоактуализации. Иерархия потребностей Маслоу одна из популярных теорий мотивации. В нее есть ряд последователей, ну и соответственно ряд противников. на основе этой теории созданы десятки новых концепций, которые сейчас применяют как в обычной жизни, так и в бизнесе. Маслоу следовал стимулы и мотиваторы, а также степень их удовлетворения, которые выступают движущей силой и призывом к действию. Он предположил, что у каждого человека есть определенные потребности в комфортной жизни, к которым он стремится. Абрахам Маслоу стимулировал несколько принципов, характеризующих в целом природу человека. потребности людей никогда не будут удовлетворены в полной мере. Состояние частичного или полного неудовлетворения побуждает человека к действиям. Ну, например, искать пищу, кровь, тепло. желания людей идут согласно иерархии, от простых к сложным. И запросы бывают первичными и вторичными. Причем в последней какая-либо ступень может быть пропущена. Поэтому теория отражена в виде пирамиды, а не какой-нибудь диаграммы. Первичные или физиологические нужды у человека заложены с рождения. Это то, что помогает ему существовать. Это еда, вода, движение. Вторичные или психологические мотиваторы приходят с опытом и развитием человека. Успех, уважение, власть, причастность к чему-либо и стремление к благосостоянию. Очень важно обратить внимание, что пока человек не удовлетворит свои базовые желания или, вернее, базовые потребности, физиологические потребности в еде, в воздухе, в воде, обеспечении безопасности, ему будет крайне сложно думать о высших стремлениях. пирамиды. Ну и вы помните, что пирамида во слово заканчивается вершиной самореализации или самоактуализации. Терты, которые присущи самореализующейся личности, приведены на слайде. адекватное восприятие реальности, то есть это свободное мышление, независимое от стереотипов, предрассудков, а также отсутствие страха перед неопределенностью. принятие себя и окружающих. Когда люди не приукрашивают реальность, ведут себя естественно. То есть они не приукрашивают себя, становятся на цыпочки, не пытаются выглядеть лучше, чем есть на самом деле. И точно так же адекватно оценивают других людей. Спонтанность и простота. Человек может принимать спонтанные решения, при этом они гармонируют с его традицией. Служение. Людей беспокоит их жизненная миссия и призвание, а не ситуация в данный конкретный момент времени. Они часто соотносят свою деятельность с универсальными ценностями. Отстраненность, уединение. Человек иногда склонен к одиночеству и отстраненности по отношению к происходящим событиям. Поэтому он спокойно переносит неудачи и своевременно находит правильное решение или правильный выход из различных сложных положений. Независимость и воля. Такие люди легко воспринимают критику, берут на себя ответственность, быстро восстанавливаются и имеют свою точку зрения по любому вопросу. Свежий взгляд. такой человек постоянно ищет что-то новое в обыденных и знакомых вещах и, как правило, находит мистическое или высшее переживание. Человек концентрируется на проблеме и на собственном «я». «Кто я?», «Зачем я?», «Почему я?» Чувство идентификации с человечеством. Такие люди могут переносить чужие проблемы или чужую боль на себя. Межличностные отношения. Общаясь с людьми, такой человек не позволяет вовлечь его, к примеру, в конфликтную ситуацию и всегда настроен на положительный контакт. Демократичность, уважение к оппоненту и его точке зрения. Умение отличить средства от цели. Вот очень часто к сожалению цель оправдывает средства на слуху. Однако люди должны руководствоваться чувством этики и моральными принципами. В противном случае эти люди если не выполняют не руководствуются этикой и моралью, они перестают быть людьми. То есть в таком случае человек не может называться человеком. Чувство юмора. Человек во многих вещах взрослый сформированный целостный человек очень многим вещам относится с определенной долей юмора. Юмор помогает в обучении, в профессиональной деятельности, в отношении к себе, к окружающим его вещам. Креативность. Человек к любому процессу подходит с творческой стороны. И спорное отношение к культурным традициям. Человек выбирает что-то очень близкое для себя. для себя. На этом лекция наша подходит к концу. Я буду рада, если материал сегодняшний вами будет усвоен и поможет вам в дальнейшем проводить свою деятельность в безопасности. С вами была Ященко Светлана Григорьевна, кандидат медицинских наук, доцент Крымского федерального университета.